доброе утро у кого она утра конечно как у нас дорогие друзья с вами канал 1 австралия и его бессменный ведущий александр петров давайте поговорим о социальных сетях и у нас есть о говорить и есть что сказать есть хорошая русская пословица рано пташечка запела как бы кошечка не съела вот это хотелось бы посоветовать очень многим нашим товарищам находящихся находящимся в социальных сетях которые слишком много и долго разговаривать несмотря на то что это достаточно рискованно и становится все более и более рискованным дело в том что социальные сети уже давно в общем-то мониторятся и мониторятся они с официальным объяснением чтобы не допустить террористов страны и это как вы понимаете идет где-то как минимум с 2001 года то есть давненько дело в том что реально люди понимают что речь идет о тотальном контроле за нашими мыслями salt control и соответственно наше вольное времяпровождение социальных сетях может нам очень многим грозить и дело в том что не исключение и наши визовые потуги если вы хотите приехать в австралию вы не должны вести себя так чтобы департамент иммиграции если такая возможность у него будет определил вас вычислил и не дал вам визе отказал вам визе и дело в том что я знаю прекрасно что многие наши ребята достаточно хорошо беседовали с нашими миграционными офицерами которые рассматривали их кейсы и при этом раскрывали страницы фейсбука страницы вконтакте и вместе с офицером беседовали офицер спрашивал вот у вас это написано вот у вас то написано ребята это было четыре года тому назад представьте себе до чего дошло программное обеспечение и как она может контролировать вас мне очень интересно видеть когда люди используют свои настоящие реальные как потом оказывается имя фамилия и в общем то пишут что-то не то или делится информация о том как они свободно отдыхают где-нибудь в таиланде нелегально работая и проводят там годы как они потом будут с этим поступать что будет потом я не знаю но надо быть повнимательнее и дело в том что не только спецслужбы не только федеральная полиция но департамент иммиграции активно внедряет программное обеспечение называемые пауки которые вычисляют потенциальные нежелательных гостей страны гостей а не только будущих иммигрантов будущих иммигрантов эти тоже людям бы посоветовал быть повнимательнее потому что ваше участие в антиправительственных демонстрациях показывает вашу неблагонадежность всем наплевать вы поддерживаете путина или его не поддерживаете вообще как относитесь к конкретным личностям важно чтобы вы не были траблмейкерами вы траблмейкеры если участвуете каких-то борьбе с полицией так далее ваши надежды на то что вы получите статус беженца когда вы сюда въедете они обламываются потому что во первых не получите во вторых скорее всего даже и не въедете что касается образовательного агента то есть меня лично для меня это должно быть очень хорошо почему потому что мы отсеиваем тех людей которые в общем то принесут проблемы и австралии учебному заведению мне лично и в будущем я вам поговорю на на следующем ролике мы поговорим о том как люди используют другие визы для того чтобы сюда въехать и что из этого получается и обычно это негативно хотя там так это еще не факт вот но мы на эту тему поговорим на что касается меня мне конечно будет очень удобно мониторить и я думаю что у меня будет такое программное обеспечение мониторить кто есть кто лучше потерять некоторое количество на тех кто не является дженен темп и энтран чем потом очень долго жалеть за то что эти люди сделают когда сюда приедут я не говорю о том что кто-то с крик криком за святую богородицу взорвется он где-нибудь на станции типа town hall но я говорю о тех людях которые будут как бы не очень хорошо себя вести в австралии не выполнять условия по которым сюда приедут и в итоге поставят под удары меня учебные заведения еще большие плюсы для миграционного агента и вот это я хотел бы чтобы александр ядоринкин осветил потому что как раз он и группа скажем так людей включая меня в общем то занимается как раз вот этим вопросом мы это будем публиковать я думаю что для вас это будет достаточно интересная статья приглашаю как бы поучаствовать в ее создании приглашаю затем почитать и пообсуждать но опять таки это будет все на канале александра ядоринкина на его сайте его иммигрейшн.com и добро пожаловать что касается для департамента иммиграции это отличнейшая модель сотрудничества с агентами то есть делегирует соответственность агенту и соответственно агент должен контролировать хуисху то есть отделять агнецов и козлищ скажем так если использовать библейские какие-то там клише так вот с одной стороны это большая ответственность для агента с другой стороны большие контролирующие функции и в общем-то департамент иммиграции будет определять кто есть между агентами козлища и агнецы я думаю от этого департамента иммиграции естественно миграционные агенты если они порядочные только выиграют выиграете ли вы вот это вопрос я бы сделал здесь такие два замечания скажем так то что коррелируется или скан так очень находит близкое отражение с работами владимира ильича ленина если кто-то их читал что делать и с чего начать первое что делать вы должны очень шепотом и на вы относиться к своим социальным сетям этим аккаунтом которые вы имеете должны быть очень осторожные выражения фотография которые ставите это и есть ваша жизнь это ваша легенда это то что вы будете представлять как кейс для вашего кейс офисера то есть миграционного офицера который будет рассматривать ваше заявление с чего начать правильно создавать свой аккаунт этот аккаунт должен создаваться под грубо говоря под миграционного офицера который будет смотреть на это уйдет уйдут годы но именно так надо и делать потому что вряд ли будет лучше обстановка думаю очень долго будет ухудшаться это не касается но пока не касается уровня подхода один стран то есть если вы из германии или из эстонии можете не волноваться никто там вас вас особо пасти не будет хотя я бы не был бы так очень скажем так однозначен и категоричен в своем этом высказывании это вам ничего не стоит осторожность ум внимание холодный расчет это все то что вам в принципе в жизни пригодится поэтому независимости от того из какой вы страны желательно чтобы именно так себя и вели запомните вы создаете маску но эта маска она становится вашим лицом фактически мы создаем того человека который полностью удовлетворяет критерию джинин тэмпоры энтран или джинин студент в данном так как в моем случае и а пожалуйста свыкнитесь с этим и главное что поймите что систему можно побороть если вам очень и очень этого хочется систему можно пробовать побороть используя ее плюсы и минусы ее слабости и сильные стороны как не надо ломать волну надо ее серфить то же самое пожалуйста делайте и со своими кейсами вам понравится вообще подготовка это есть часть вашей жизни вся наша жизнь есть борьба и борьба когда мы используем свои сильные стороны и сильные стороны нашего оппонента или скан так визави или скан так даже партнера если иметь ввиду департаменты миграции чтобы использовать это для себя в своих интересах и не надо бояться настоящего ребята бойтесь будущего честное слово вот на этой ноте я хотел бы с вами попрощаться оставайтесь нашим каналом ставьте ваши лайки дизлайки коменты и так далее не будьте равнодушны это главный главное чего бы я не хотел иметь и до следующих встреч дорогие друзья друзья они будут ровно через день следующая встреча спасибо